Многие люди часто задумываются о том, как распорядиться имуществом на случай своей смерти, чтобы не было ссор между родственниками. Правильно оформить завещание очень важно, иначе это будет просто бумажка, не имеющая никакой силы, и все имущество перейдет к тем родственникам, которые обозначены законом или государством. В Беларуси признаются только письменные завещания, причем оно должно быть удостоверено у нотариуса. Для составления завещания необходим документ, удостоверяющий личность гражданина, а именно паспорт, а также при наличии документ, дающий право на получение льготы при оплате нотариального тарифа за удостоверение завещания. Это может быть пенсионное удостоверение или же удостоверение инвалида. Важно отметить, что документ, подтверждающий право собственности на имущество, судьба которого будет определена в завещании, не нужен. Люди пишут завещание от руки в двух экземплярах. Если по какой-то причине завещатель не может написать завещание собственноручно, к примеру, болезнь или преклонный возраст, тогда при составлении документа должен присутствовать свидетель – посторонний человек. В его присутствии нотариусом составляется завещание по желанию наследодателя. Есть два варианта действий. Либо данный гражданин или его родственники приглашают нотариуса в учреждение здравоохранения для совершения нотариального действия удостоверения завещания, или же такое завещание может быть удостоверено главным врачом учреждения здравоохранения, его заместителем, а также дежурным врачом учреждения здравоохранения, где находится гражданин на излечении. Важно отметить, что такое завещание должно быть подписано лицом в присутствии свидетеля обязательно, и такое завещание будет незамедлительно передано через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. По действующему законодательству наследниками по завещанию могут быть не только ближайшие родственники, но и посторонние люди, которые для завещателя являются близкими людьми. Наследниками по завещанию могут быть граждане Республики Беларусь, находящиеся в живых на момент открытия наследства, то есть на момент смерти завещателя, а также граждане зачатые до смерти наследодателя и рожденные живыми на момент его смерти уже, а также Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы и юридические лица, которые уже являются существующими В рамках вопросов о наследовании, в том числе по завещанию, наша съемочная группа побеседовала с нотариусом Брестского нотариального округа Еленой Харужей и узнала, кто может быть лишен права наследовать. Наследник в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь может быть отстранен от наследования, то есть признан недостойным. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Однако есть исключения. Если завещатель составил завещание уже после того, как наследник совершил покушение на его жизнь, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые путем составления подложного завещания, либо созданием умышленных обстоятельств, препятствий для того, чтобы наследодатель осуществил свою последнюю волю. Также отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, и если они не успели эти права восстановить к моменту открытия наследства. Как итог, завещание – непростой документ со своими подводными камнями и нюансами, которые нужно учитывать. Но не волнуйтесь, нотариусы окажут помощь и при составлении завещания разъяснят каждому его право, чтобы не породить в будущем сюрпризов для наследников.